Исследование главного правозащитника страны не может не шокировать. Часть детей только числится в детских домах. На самом деле их отправляют в школы-интернаты, порой за сотни километров. Несмотря на это, детдом продолжает получать за ребенка финансирование. Это еще цветочки, ягодки. За плохое поведение детей кладут в психиатрические больницы, сажают на лекарства. И за все это щедро платят налогоплательщики. Правозащитники даже приводят подсчеты. 582 евро получает детский дом от самоуправления. 271 евро платит Министерство образования за школу-интернат. Еще тысяча с лишним из кармана Минздрава за психбольницу. День в клинике примерно стоит 36 евро. То есть в среднем детдомовая обходится почти в 2000 евро в месяц. Пытаемся разобраться, так ли это. Звоним в детские дома. Их воспитанники учатся в разных школах-интернатах. В Латвии действует закон. Если у ребенка проблемы с учебой или здоровьем, подходящую школу выбирает специальная комиссия. Ни один директор этого не может сделать. И если ребенок не слышит, в Латвии таких школ две. Одна в Риге, другая в Валмере. У нас есть такой ребенок. В понедельник мы везем его в школу. В пятницу сами забираем. Других возможностей его обучить нет. Есть дети, которые учатся в логопедическом интернате. Логопедическая школа-интернат находится от нас в трех минутах ходьбы. Прямо около нас. И дети живут у нас. Понимаете? То есть человек вообще не слушал, что я говорила. Мы даем им одежду, да? То есть это не так. Школа-интернаты в данный момент, они не обеспечивают их. Они обеспечивают только питание и проживание. То есть интернат там. Это необычные школы. Их немного в Латвии. Не считаю, что я что-то нарушил. Господин Янсенс очень поверхностно провел исследования. У нас регулярные проверки и до сих пор нарушений не было. Проверка омбудсмена показала. Почти 400 детей. Это каждый четвертый детдомовец побывали в психиатрической больнице. По мнению правозащитников, нередко так наказывают за плохое поведение. Попытку самоубийства, бродяжничество, кражу, грубость. Детская больница в Галлизерсе. Здесь есть отделение психиатрии. Сюда действительно везут детей из детских домов. В прошлом году таких было 30 человек. Но лежат они недолго. В среднем от 6 до 10 дней. А это уже центр психиатрии и наркологии на улице Твайкапах. Видимо, сюда направляют самых агрессивных подростков. В прошлом году таких было 8 человек. Четверо из центров социальной опеки и четверо из детских домов. В больнице они провели примерно 2 недели. Не месяц. То есть государство не платило 1000 евро, как указано в исследовании. Ой, какой... Так, нет, мне надо успокоиться, а то я скажу слишком много лишнего. Так нельзя. Ингрида Цера, врач-психиатр, знакомится с заключением омбудсмена. В нем сказано, из-за нарушений поведения не надо везти в больницу. Скорее, ребенку нужна помощь психолога или психотерапевта. Психиатр не согласна. По ее мнению, нарушение поведения может быть одной из начальных стадий психического расстройства. Подростка по меньшей мере надо обследовать. Так что говорить о том, что к нам сюда спихивают, и мы тут детей превращаем в овощей, я думаю, что это не будет ни корректно, ни правомерно. Этот парень – бывший детдомовец. У него был случай, когда знакомого забрали в психбольницу. У нас был один такой мальчик, который курил спайс, пил, пришел в очень нехорошем состоянии. С полицией он поругался, там ударил, и потом его забрали уже на неделю. Я, как руководитель центра, не имею права никого отправлять. Это делает специалист. И в этом вопросе господин Янсенс не разобрался. Это решаем не мы, это решают врачи. Если есть дети, у которых есть диагнозы, то их надо лечить. Совпадение или нет, но именно на этой неделе правительство наконец утвердило специальный план. Его смысл – за пять лет сократить число детских домов. По данным Министерства благосостояния, сейчас в детских домах 1700 детей. Остаться в приютах должны только 700. Остальных отдать в приемные семьи или опекунам. Для этого собираются увеличить пособие. С 2016 года за ребенка до 7 лет собираются платить 180 евро в месяц. За старше 7 лет – 216 евро. В 2017 году это пособие хотят увеличить вдвое. Детские дома будут закрывать? Ну, конечно, если там не будет детей, надо будет их закрывать. И руководители детских домов, и психиатры считают, провести такую реформу за 5 лет практически невозможно. К сожалению, семьи у нас берут детей на воспитание не из-за того, что они вот так полюбили этих детей, а только лишь для того, чтобы улучшить свои жилищно-бытовые условия и экономические. Но есть детки, которых не возьмут в силу, может быть, диагнозов каких-то, да? То есть все равно какие-то... Я не знаю, как они будут выглядеть, в какой форме эти детские дома будут. Омбудсмен опять не показал всю статистику. У нас очень много случаев, когда дети из таких семей возвращаются обратно к нам. У нас из 50 детей 32 подростка вернулись к нам из приемных семей обратно. Иногда эти дети точно их бросают из одного места в другую, да? И, конечно, им сложится такое впечатление, что вокруг эта среда очень непостоянная. Довериться никому я не могу, да? Потому что, ну, как я точно начинаю как-то кому-то доверяться, а опять меня бросает, да? И, конечно, эти нарушения поведения, агрессивность – это единственный способ, как он вообще может справиться с какими-то социумом, да? Личное дело. Диана Спыну. Латвийское телевидение.